Друзья, если влог начинается именно вот так, то дальше его смотреть просто нет смысла. Короче, я сейчас приехал на загородный домик. Сюда ехать я был вынужден на поезде. Блин, это капец как плохо. Что меня как бы меньше всего радует. Вон там, за моей спиной находится железная дорога. Вот тут растут такие белокурые березы. А вот там вон мусорка. У нас в лесах, короче, очень-очень грязно. Что является очень-очень плохо. Не солите в лесах. И после себя тушите костры, блять. Приехал на загородный домик отдохнуть. Вот тут вот, короче, набрал продуктов. Сейчас, короче, будем там разжигать мангал, жарить мясо. Все такое, короче. Планирую вообще охуенно пожрать. Потому что жрать это просто лучшее, что есть в жизни. От железной дороги до домика нужно еще идти-идти. И получается, вышли с поезда. Сейчас прошли один участок леса. Потом спускаемся вниз. Преодолеваем арку. И нужно преодолеть еще второй участок леса. Тут, короче, мне сказали, что тут есть змеи. Я, ну, змеи не то чтобы боюсь. Просто, блин, как бы, змея такое, животное неприятное. Поэтому, как бы, блин, опасаюсь немножко. Сейчас я, короче, захожу в арку. Тут, короче, такая гоповская арка. Стены, короче, разрисованные. Вот сейчас, короче, нужно пройти в этой арке. И он там уже, уже видно второй участок леса. Да, я сделал это! Я прошел эту бандитскую арку. Тут везде, короче, горы. Такие песочные. То есть, если у вас подошва не твердая, как бы, не особо устойчивая, то вы можете подняться, а потом очень красиво на жопе съехать вниз. Как бы, вот так. Вообще, домик, как бы, покупался, ну, тут не просто так. Он покупался по таким признакам, чтобы было поближе к лесу, чтобы был свежий воздух. Я вам скажу, жить возле леса, это, блин, это круто. Я просто не люблю частные дома. Не, ну, не то, что не люблю, я просто не люблю частные дома такие, как в селах, где нету газа и так дальше. А хорошие частные дома с хорошим оборудованием, почему бы и нет? Но все же я предпочитаю, я отдаю предпочтение квартирам. Уже устал идти. У меня тут домик полностью как бы оборудован, поэтому можно жить в кайф, но мы его купили чисто для того, чтобы он был как бы для отдыха там. Я дошел до дома, все уже, наконец-то. Собака встречает. Собака-мобака. Такая овчарочка бегает, сейчас увидите. Собака-мобака. Вот тут стоит такой нихуевый тазик. Моя тачка, юх. Ну что ж, предлагаю посмотреть дворик. В общем, начнем с самого главного. Вот тут гараж находится. Инструментов куча. Вот тут стоит машинка. Скоро будет выставляться на продажу. Вот такая вот таврушечка. Новая, 2009 года. Не битая, не крашенная. В общем, собаку я уже показывал. Чистокровный немец. Вот тут вот. Вот тут вот есть. Каму-каморочка. Тоже куча всяких запчастей, деталей. Постоянно, как бы, блин, какой-то беспорядок. Лично не хватает времени, чтобы убраться. А вот тут вот находится беседка. Хватит, зайдем посмотрим. Вот так. Такую вот беседочку нам сделали под заказик. В общем, как бы. Тут вот. Все так красиво разложено. Обстановка. Тут я играю в генгстер, щит, азофака. В общем, понятно. Кроватка, можно поспать. Столик. Окна. Сокон вид у нас. Ну, огород, типа. В общем, прикольно. Вообще, блин, я люблю сюда приезжать где-то на недельку. Для того, чтобы отдохнуть как-то. Развеяться как-то, я не знаю. Отвесил город от этой суеты. Тут у нас. Тут у нас, типа, веранда. В общем, как бы, да. Вот здесь вот такая вот обстановочка. Тут вот у нас сахар. Вот, типа, музыкалка. Все по стилю. Все по стилю. Так. Вот тут вот имеется вторая кухня. Вот такая вот кухня, значит. Холодильничек. Дом после ремонта, так что. А, да, еще. Вот такой вот еще есть колодец. О. Вода чистая. Классная. Потом идем дальше. Тут вот, ну, такой маленький сад. А вот тут у нас идет основной сад. В общем, как бы, очень много, очень много разных видов деревьев. Насадили, короче. Помидоры сразу с огорода можно, как бы. Вообще, кайф. Домик. Вот тут вот. Вот такой. Вот тут вот такой подвальчик. Как бы. Холодный. Даже если жара там, блин, за 30. Все равно там, блин, как в морозилке. Очень удобно. Много места. Ну, вот такой вот, короче, открывается вид на заднем дворе. Как бы, видно, да, что лес, как бы, ну, природа, все такое. Огород. Вон там, вон, короче, я не знаю, видно, не видно. Мужик какой-то работает. Вон там, вон, находится лес, ну, блин. Природа, как бы. Все так круто. Короче, возле леса жить вообще кайф. Сначала, когда покупали домик, Нас, типа, короче, пугали, что, мол, типа, там, змеи, короче, могут залезть, там, еще что-то. Там, будешь спать, она, там, к тебе в кровать, короче, змея залезет, блин. Типа, таким пугали, чтобы, как бы, я не знаю, как бы думали покупать, не покупать. Так как мы его взяли чисто для того, чтобы, там, на выходные приезжать, То, в принципе, довольно-таки нормальный домик. Обошелся нам он всего лишь, блядь, в какие-то там несчастные 3 или 4 тысячи долларов. Это, блин, 2 года назад такая сумма. Действительно, как бы, как в лотарее, блядь. Дом, можно сказать, бесплатно достался. Сейчас выйдем, короче, за забор. Вот, вы вышли, короче, на улицу. Сейчас я вам покажу обстановочку на улице. Вот так вот, значит, выглядит улица. Видно, да? Там тоже на огороде люди работают. Одни мы, короче, бездельники приезжаем, жрем и уезжаем. Жрем, спим. Жрем, спим и уезжаем. Там вон стоит соседский луазик. Круто. Чем-то напоминает, конечно, село. Но в селе нету газа, нету отопления. А тут все это есть. Поэтому, как бы, блин, село тут и рядом не стоит. Только что, короче, приготовил по коже себе, короче. Сажусь, короче, со стол и, короче, понимаю, что, блин, нету дома воды. Ну, блин, для меня это, короче, катастрофа. Поэтому я быстренько оделся. Сейчас бегу в магазин. Магазин, кстати, еще один плюс. От дома магазин находится буквально минуты три ходьбы. Поэтому сейчас быстренько дойдем. Куплю лимонад. Куплю, короче, воды. И можно, в принципе, уже будет отдыхать. Там, короче, уже мне позвонили. Уже успели пригласить меня на рыбалку. Там вот такой вот лабрадорчик, блин, красивый. Приехал, короче. Вообще, нарадоваться не могу. Дороги, кстати. Вот такие вот дороги. Где, короче, песочек, да, и он укатанный. Он, блин, намного лучше, чем у асфальт. В некоторых городах. Плюс еще один. Ты идешь здесь, снимаешь себя на вытянутую руку на камеру, и никто не смотрит. Вот это уже... Это уже очень сильно радует. Люди продвинутые. Ну, если сказать по правде, то где-то человек, наверное, 10, те, которые живут именно здесь. Ну, то есть купили домик, и тут постоянно проживают. А в основном покупают здесь дома для того, чтобы приезжать сюда отдыхать или в качестве дачи, что-то типа того. Сейчас уже, друзья, такая погода, что как бы видно, что солнышко светит, да? Но все равно как бы в футболке не походишь, потому что немножко прохладно. Скоро, короче, на дворе будет осень. Это мое любимое время года, потому что, как бы, блин, не знаю, говорил, не говорил. В это время на душе как-то так, блин, спокойно, я не знаю. И мне очень сильно нравится погода, когда вот именно так немножко прохладно, да, и такой легкий дождик идет. В такую погоду я очень сильно люблю кататься на машине. легкую слякоть. Это круто, как, блин, лично для меня. Вот тут, значит, тут находится, значит, лес. И прямо возле леса, вот через дорогу, блин, и прямо вот через дорогу находятся домики. И запах леса, вот сосновый запах доносится на весь жилой участок, и это. И в домах все, как бы, пробитно вот этим запахом. Все, просто диван, как бы, вся мебель, вся одежда просто пробитана этим сосновым запахом. Он, кстати, очень прикольный. Можно сказать, живешь так в глубине природы, как бы. Было бы прикольно тут пожить, если бы вообще не было ничего, как бы такие дикие условия. Пожить хотя бы недельку попробовать. Как это вообще? А то все, мы, как бы, о том, как бы, я привык к городу, и такой, типа, блин, захотел, там, пошел, купил то, захотел, купил то. Все близко, все рядом, все удобно. Вот хоть раз бы попробовать пожить в таких условиях, что бы, там, захотел что-то приготовить, иди, короче, ищи дрова, разжигай, что-то готовь, короче. Фух, задолбался. Иди. Вот, короче, уже, короче, затарился водичкой. Думаю, на часа четыре хватит. Через часа четыре. Опять пойду, короче, покупать. Короче, вот, сейчас приду домой, возьму жрачку, и выйду на улицу и буду это все очень-очень вкусно кушать. Вот, короче, сейчас решил приготовить, короче, курочку в кляре. Прожжок, короче, мангальчик. Все как положено. Сейчас курочку замаринуем, разложу на сеточку и будем жарить. Я еще так планирую ее так красивенько так обмазать. Вообще будет вкусно, просто пальчики оближешь. Вот, короче, сейчас жарим, шкуарим, короче. Буквально через минут десять курочка уже будет готова. Курочка уже принимает такой обжаристый вид, это очень хорошо. Очень! Очень! Давай! Мясо курки, получается, оно будет румяное и, естественно, будет вкусное, сочное. Вот такое вот она делает. Давай, это понравилось. Мясо уже, короче, готовое мясо, уже курочку поджарил. Сейчас несу на кухню, это все будет вкусно кушать, короче. Короче, первую партию я уже съел. Ну, как, ну, не понял, все, я вернулся. Надо же закончить, как бы, дожарить все. Поэтому сейчас вот опять разжег. Сейчас буду дожаривать. Угля нету, это плохо. Если бы нас больше нету, блин, купил бы. Так приходится. Дровишками. Вот, короче, наша курочка уже в аду. Я плачу. Все нормально. Это, короче, из-за дыма. Дыма, конечно, куча. О, отлично. Пламя такое прям. Я еще обмазываю получается кляром. Она все в кляре. Прям такая все, аппетитная, сучка. Четко. Прям супер-бупер. Сейчас, ну, сейчас нужно сесть под колу все это сожрать, короче. И будет просто идеально. Пока все жарится, пойду-ка я налью себе бокальчик лимонада. О! То чувство, когда жаришь курочку. Плачу. Вытирали слезы радости. Моя ты хорошая. Видео получается типа влог и пособие по тому, как приготовить курочку. Круто. Не, вообще, конечно, ну, обрадовало то, что, как бы, я сегодня думал буду занят. А мне позвонили, сказали, типа, все дела, типа, отменяются. Я такой, типа, что делать? Первое, что пришло на ум, первая мысль, какая ко мне пришла, это сразу же поехать на домик. тут еще недавно соседи заходили. За солью. Короче, тут весело. Не знаю, тут остаться, переночевать, но это вряд ли. Надо еще поехать сегодня заказать наклеечки. Скоро наклейки будут, так что заказывайте. В общем, так, сегодня вечером надо заказать наклеечки, а потом уже завтра, где-то часа 4-5 поеду забирать. И первые первые четыре человека, которые уже заказали наклейки, они сразу же их получат. Кто из Украины, кто из других стран, то придется немножко подождать по почте. По почте оно будет чуть-чуть дольше идти. Но все наклейки получат, я вам это обещаю, кто заказал. Все будут наклейками, никого не обидим, никого не забудем, никого не обманем, все по-честному. Расценки можно узнать на сайте, там где пост у меня на сценке про наклейки, там где я вылаживал, там есть сайт, где можно эти наклейки приобрести, либо же через меня, либо через тот сайт. И значит, на сайте есть расценки наклеек, скоро расценки появятся на моей странице, поэтому сможете узнать, сколько стоит эта наклейка, которая вам нужна, по размеру и по типу, там много, там их много, они разные. Ну что ж, продолжаю свой блок. Короче, в гараже имеется вот такая вот бутылочка Red Bull, на всякий случай. Давай, Барбос, Барбос, ВОЛОС, 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 Ну вот и все, уже как бы день подходит к концу, уже мне позвонили, мол, типа, выходи, сейчас уже машина подъедет, и все, и все, еду домой. Прикольно сегодня погулял, конечно, доволен, то, что как бы целый день был свободен. В принципе, блин, реально, как бы доволен, то, что такой свободный день выдался. Думал, что сегодня там займусь какими-то делами, но действительно, я рад, то, что все отменилось, и получилось приехать и как бы сделать себе такой выходной. в принципе, вот, Продолжение следует...